Приветствую вас! С точки зрения профессиональной психотерапии, грязью являются, как правило, наши желания, грязью желания нам представляются, и, соответственно, то, что вы делаете, есть, по сути, подавление ваших желаний, подавление ваших потребностей. И, плюс ко всему, имеет место быть, значит, проблемы с безопасностью, то есть, ну, вот, с чувством безопасности, как таковой, вот, возможно, у вас есть страх заболеть, вот вы говорите, да, что испытываю отношения от тревоги к своему организму, вот, есть страх заболеть. Но, как это не парадоксально звучит, вы хотите заболеть, вот, вы хотите заболеть, вам это для чего-то нужно. Для чего, для чего вам это нужно, это уже нужно разбираться, как правило, люди болезни чувствуют себя более свободными, они чувствуют, что могут позволить себе больше, вот, они могут почувствовать себя расслабленными, они могут почувствовать себя достойными, достойными любви, свободы. Жалости некоторые, некоторые хотят, некоторые хотят жалости, ну, вот. Так что, как правило, вот, навязчивыми мыслями работают через сандартный анализ, смешенный с когнитивной терапией, вот. И, соответственно, делается анализ жизненного пути человека и выявляются какие-то моменты, которые и привели к такому похожему, ну, к такой вот ситуации, к такой истории. Вот. А, значит, соответственно, бороться с этим никак не надо, да, то есть, вот, то, что вы говорите про борьбу, это наглядно показывает то, что вы склонны себя подавлять, то, что вы склонны себя как-то, как-то вот контролировать лишний раз, это никому короче ничего не несет, вот. Поэтому делать, делать так, на самом деле, категорически не рекомендую вам, я, вот. Но зато, то, что вы себя подавляете, говорит о том, что точно-точно так же, вот точно так же, да, вы можете относиться и ко всем своим вообще желаниям, ко всем своим потребностям и так далее. Вот. Так что вот такая история. То есть, с точки зрения профессиональной психотерапии, да, это происходит примерно следующим образом, да, это происходит примерно так, что, ну, грубо говоря, грубо говоря, это происходит так, что человек с такими проблемами, сначала проходит тщательный анализ своей жизненной истории, потому что то, о чем, к примеру, пишете вы, да, это всего лишь навсего следствие проблема, но не сама проблема. Проблема кроется, на самом деле, в чем-то другом. Вот. Проблема кроется в каком-то вытесненном вашем переживании. Вот. В подавленных эмоциях. Ну и так далее. И так далее. По сути дела. И после того, как будут найдены вот эти вот вещи, которые служат триггером для подкрепления проблем. Вот. Я думаю, что уже будет такая, ну, более адресная работа с вами. Да, то есть одному, ну, сейчас неизвестно, что стоит за вашим таким стремлением. Вот. Тут может быть как вытесненное желание, так и определенные родительские предписания, вот, которым вы можете следовать, вот, слепо. Сейчас, например, вот, по аналогии, допустим, что родители говорят. Родители говорили вам, ну, к примеру, да, вот такой пример. Значит, опаздывающий человек. Да, человек очень сильно, вот он очень сильно боится опоздать, да, и он опаздывает. Несмотря на то, что он боится опаздывать, да, он не хочет опаздывать. Но он опаздывает. Вот. Такому человеку в детстве все время говорили, не опаздывай, поспеши, да, вот. Но при этом подразумевали, чтобы он опоздал. При этом хотели, чтобы он опоздал. И он опаздывает. И когда, вот, данное противоречие будет вскрыто, когда данное противоречие будет вскрыто, человек перестанет опаздывать. Точнее, он будет опаздывать не больше, не меньше, чем все остальные. Вот примерно, примерно так же происходит и с вами. Понятно, что у вашего поведения есть какой-то смысл ещё, ну, какой-то общий смысл есть. То есть, для чего это вам это нужно? Зачем это вы это, зачем вы это делаете, да? Вот, то есть, чистота, ну, чистота хорошо. Что значит для вас что-то чистота? Почему она вам так важна? Тревога к организму, да. А что это, что такое тревога? Что она из себя представляет? Это тревога. Вот, тревога представляет от тебя подавленные чувства и желания. Подавленные. Подавленные импульсы. А стремление к чистоте, это рационализация. Иногда, как я уже говорил, свои импульсы можно и нужно, как бы, выпустить, позволить им быть, отреагировать, власть. А потом уже, после этого, соответственно, будет видно и понятно, что делать дальше. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам, надеюсь, что задал вам мысль. Вот, сами вы, скорее всего, опять же, сделать этого не сможете, потому что достаточно серьёзные истории. Ну, по крайней мере, направление вам дал. В качестве задания я бы рекомендовал поработать со своими чувствами. То есть, попрашивать себя, к примеру, какие я испытываю чувства. К примеру, сзади. И какие из этих чувств я считаю для себя, к примеру, неприемлемыми вообще. Вот. Ну, вот, соответственно, так вам нужно будет поступить. Это будет первое вам задание. Такое. Если остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...